Рождаемость в Чувашии превышает смертность, однако показатель последний несколько увеличился. С чем это связано и какие меры предпринимаются по снижению естественной убыли населения, обсуждали на женедельном совещании временно исполняющего обязанности главы Чувашии Михаила Игнатьева и правительства республики. Необходимо отметить, что показатель смертности увеличился в основном в одной категории граждан от 85 лет и старше. Неудивительно, население России заметно постарело, так что это естественный процесс. Что же касается других причин, по-прежнему на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Их регистрируется больше и во многом благодаря тому, что жители Чувашии стали активнее проходить диспансеризацию. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, сейчас первостепенная задача повысить доступность к кардиологической помощи для населения. Немаловажную роль играет и профилактика. В рамках объявленного года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, наша главная задача – это формирование у каждого жителя здорового самосохранительного поведения. На сегодня в республике опять-таки стали привычными профилактические рейды сосудистый патруль, диспансеризация за счет мобильных центров здоровья. Что касается смертности от онкологических заболеваний, здесь наметилась тенденция к увеличению продолжительности жизни пациентов после лечения. Растет выявляемость на ранних стадиях. Кстати, недавно в онкологическом диспансере открылся телекоммуникационный центр, который связал специалистов из районов Чувашия, Чебоксар, с московскими коллегами. Центр создан для усиления работы по диагностике и успешному лечению рак молочной железы. На совещании обсудили итоги весеннего призыва. В ряды вооруженных сил из Чувашии отправились свыше 1700 новобранцев. Всего же во время весенней кампании в комиссии были вызваны около 6,5 тысяч молодых людей. Явились почти 97%. Наблюдается тенденция к уменьшению количества так называемых уклонистов от призыва на военную службу. Так, если количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, в 2012 году у нас составляло 3508 человек, то уже в 2013 году их было на тысячу меньше. Что, если говорить про первый полугод 2015 года, то количество таких лиц уменьшилось практически на 50%. Призывной план выполнили все муниципалитеты. Наибольшее количество новобранцев отправлено из городов Чебоксары и Новочебоксарск, Батревского и Канарского районов. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика.